Итак, всем снова привет, с вами Дима, и я понимаю, позавчера вышел видеоролик, сегодня он тоже выходит, но это какое-то чудо. Как я и обещал, в этом видео я посмотрю на баги, которые присутствуют в Geometry Dash 2.2, потому что здесь добавили много всяких триггеров и режимов игры, которые, естественно, еще не доработаны, и я думаю, что вероятнее всего, когда выйдет новая версия 2.2, то все эти баги будут присутствовать. Ну, конечно, не все, но какие-то из них, я думаю, останутся, потому что все-таки такое крупное обновление, ну, в Робтоп, возможно, что-то даже не заметит. Первый уровень мы уже чекали в предыдущем видосе, давайте посмотрим сразу вот этот, просто сходу заходим, провал под текстуру, что-то, а, серьезно? Что, реально под текстуру проваливаются? А почему так сделать? Ну, это очень странно, на самом деле, так хорошо волна, тут, получается, можно вот так вот сквозь блоки пролететь, но мы это уже видели, но первый баг я, честно говоря, не ожидал увидеть, почему так происходит, как бы в обычном геймплее такого вроде нету, но я, по крайней мере, никогда в жизни не видел, чтобы куб заходил так под пол, это просто невозможно было в обычной версии, и с волной, в принципе, то же самое, я не знаю, с чем это связано, но даже на одном режиме, что там этот шип делал, даже на одном режиме платформера, как видите, уже столько всяких багов, так, хорошо, лайк, ну да, я тоже тебе лайк поставлю, короче, это такой один из самых популярных уровней, уровней сегодня, кстати, 69, их довольно-таки немного, но это, на самом деле, к лучшему, потому что мы, возможно, успеем даже посмотреть все, потому что, как видите, они все короткие, и это реально очень-очень хорошо, но пока что мне нравится, так, привет, в этом уровне я покажу большинство багов GDPS Editor 2.2, коснись и выйди, сори, ай, ну я понял, я понял, что это за баг, спасибо, я просто особо не хочу это все терпеть, а ну-ка, вот это мы, кстати, еще не пробовали, посмотрите, оно все, оно все теперь ускорено, вообще, что, короче, да, вот этот баг со спидраном, как вы поняли, работает, как бы еще и на ускорение, это прикольно, теперь камера, иди к концу, ну, да, в принципе, эти все баги мы вчера видели, конечно, хорошо-то, что ты все это построил и показал, ну, это реально очень прикольно, ну, классно, все уровни мне нравятся, но я хочу сегодня найти что-то вообще такое бомбическое, потому что, ну, прошли всего лишь сутки, возможно, что-то еще не нашли, ну, вот, примерно, да, такого уже успели обнаружить, тут фиг знает, что вообще происходит, но это не совсем баг, это просто эти, что это, я, я так сочувствую эпилепсию, так, ладно, все, прошли этот тур, я не знаю, что происходит, давайте вот сразу на первой странице все пройдем, потому что, скорее всего, самое популярное будет самое лучшее, конечно, не всегда это так работает, ну, ладно, хорошо, ну, это мы уже, опять же, видели, так, надо теперь отсюда выбраться, переходим теперь к уровню, у которого музыка Кобяков Пушка, пройди до конца, please, а ну-ка, что тут будет, dash orb height in one second, что? Подожди, а в чем прикол, я не понимаю, а, а, что это? Фу, эту ачивку мастер, мне уже, наверное, миллион раз давали, и каждый раз ее по новой дают, что это, что это такое? Тут у нас, а, я понял, короче, как-то чувак это растянуть смог, я, на самом деле, не знаю, как, это, это можно? А как вы это растягиваете? Скорее всего, то, что ты это растянул, это как раз-таки тоже является багом, но было бы классно, если бы ты показал, как это сделать. Так, Нелис баг кринж, ну, давайте посмотрим на кринж, мне уже нравится музыка. Сегодня мы будем также кринжовать, не только смотреть на баги, как вы поняли. Так, хорошо, у нас тут, господи, что тут происходит, я просто не понимаю, что тут происходит вообще. Я надеюсь, у меня ГД сейчас не вылетит, и ничего страшного не произойдет, потому что, ну, тут что-то страшное происходит, на самом деле. Я понимаю то, что я повторяюсь уже миллион раз, но другого слова я реально подобрать не могу. Это ГГ. Фу, это, это, это было испытание, на самом деле, какой-то очень странный уровень. Хорошо, Титаниум. Возможно, у меня реально получится сегодня все уровни пройти, что вы думаете? Ну, я, по крайней мере, постараюсь это сделать. Субскрайб на Нелис, и я умер, подождите. Ну, я умер, наверное, потому что не подписался, но, сори, на самого себя я не смогу подписаться. Ой, слушайте, вот этот уровень прикольный, посмотрите, есть такая функция, называется FreeFlyMod. Это такой триггер, который убирает потолок, когда ты заходишь в какой-то режим игры, и тут у нас паука. Что у нас будет здесь? Мы что, телепортнемся просто куда-то в бесконечность, Аня, ну давайте попробуем. А нет, он пытается телепортироваться на потолок, но он зависает в воздухе. А что за бред? Не, ну, слушай, это прикольно. Я смогу, допустим, вот так вот отскочить быстро? Не, ну, кстати, это не... Что? Ну, слушай, это тоже баг, это тоже интересно, и, на самом деле, вот, реально, тут абсолютно любой режим игры имеет какие-то баги, которых нету в обычной Geometry Dash, и которые, скорее всего, останутся, потому что, как пофиксить, например, паука, ну, я лично не знаю. Time Warp, если будешь выходить, то будет, да? Теперь у нас резкие взлеты, ну-ка, давайте... Ой, господи, как шарпались, что? Так, FreeFly Mode Ball, ну, я примерно поня... А почему портал не сработал? Так, все, ладно, я спокойно сюда докачусь, и все-таки пройду это. Это очень интересно, то есть я тут, опять же, увидел новые баги. Передай привет Натали. Да, передаю обязательно привет. Кстати, первый раз я, наверное, в видосе кому-то привет передал. Ну, ладно, я оставлю, пускай быть. Но, опять же, вот эта функция, то, что мы тут должны, как бы, запутаться, что нам делать, но на самом деле надо просто немного зайти в пол. Complete Level, а тут, собственно, заключается весь баг. Тут что, реально можно как-то пройти? Возможно, дело в том, что у меня стоит 120 FPS. Вот, насчет этого я, кстати, не знаю. Я попробую сейчас, наверное, 60 поставить. Может быть, это поможет? Я поставил 60 FPS, но что-то мне вообще не помогает. Возможно, это какой-то байт. Я здесь повелся. Короче, объясните, пожалуйста, в комментариях. Следующий баг довольно-таки интересный. Короче, смотрите, что у нас тут происходит. Вот это вот происходит. Тут просто много каких-то порталов, которые между собой как-то соединены, как я понял, и поэтому игра вылетает. Не знаю, как это на самом деле работает, но я уже пробовал два раза. Вот сейчас давайте еще раз даже попробую. То есть это каждый раз так, вот вообще без исключения. Вот всегда оно так вылетает. Буду знать насчет этого бага. Надеюсь, таких больше не будет, потому что, ну, это странно. Следующий баг. У нас тут волна, которая пролетает из... А что, у тебя нормально? Вот этот баг, конечно, в платформере мне очень нравится. Хорошо. Но это я прекрасно понимаю, то, что так можно. Мне показалось или что это было? Короче, я миллион раз уже пробовал, я пытаюсь вот прям совсем по чуть-чуть подниматься, чтобы вовремя, если что, отпустить, но как-то... А как это что? Что за бред еще? Как это работает? Просто в каждый уровень заходишь, и тут какой-то новый баг. Почему так все работает? О, хитбоксы. Короче, какая-то озвучка тут просто. Ну, это как бы багом не является, но это какой-то кринж уровень. В принципе, неудивительно. А нет, это все-таки касается бага, потому что тут хитбоксы. Но как бы хитбоксы и на обычном сервере, да, вот такие вот. То, что можно в любой блок заходить. Естественно, когда ты это делаешь, то ты читер автоматически. Люди просто не понимают, что как бы немного не так это все работает. И хитбоксы в этой игре просто-напросто не идеальны. То есть в какие-то блоки можно заходить даже там чуть ли не наполовину. Так, а тут... Но это скорее не баг, это просто особенность такого геймплея. И я не знаю, как на самом деле все это будет реализовано. И как пофиксить все баги, которые касаются вот как раз-таки всех этих разворотов, платформеров. Потому что, ну, это мне кажется нереально. Так, хорошо, давай посмотрим вот это. Что-то вообще тут непонятное происходит. Следующий уровень тоже синий, кстати. Я думаю, вы заметили то, что все уровни синие. И тут тоже с хитбоксами связано. Кстати, я все, по-моему, с первой попытки прошел, если мне, ну, как бы не кажется. Да, я все прошел с первой попытки. Но я про все эти баги просто прекрасно знаю. То есть я знаю то, что можно вот так вот между шипами припрыгивать. Либо вот так вот ловить какую-то там текстуру блока. Я не знаю, короче, как это происходит. Но как-то так можно, как вы поняли. И это очень и очень странно. Так, баг третий давайте посмотрим. Мне кажется, первый мы уже видели. Hold to blocks, just click. Ну-ка, что, подойти к блокам и просто кликать? Ну и да, я понял то, что мы приземляемся сначала вот на этот гулок. И при этом почему-то мы еще падаем. Поэтому баг, конечно, прикольный. Но такой немного незначительный. Плюс он есть как бы в обычной Geometry Dash. И то я даже багом это бы не назвал. Сейчас мы смотрим такие самые обычные уровни. У которых ноль лайков. У которых есть музыка, конечно же, A4 Kids. Такой самый, знаете, дефолтный уровень на сервере Geometry Dash 2.2. Давайте посмотрим. Хитбокс, конечно. А ну-ка, в смысле? В смысле? А что происходит тут, собственно говоря, я не понимаю? Ты знаешь, что делать. Ну, я так понимаю, надо вот так вот забраться. Ну да, я был прав. Теперь вот это тоже. А почему меня, кстати, назад развернуло? Что? Что? Подожди, я вот это вот вообще не понял. Это типа можно так развернуть волну? Я просто на это внимание не обратил. Я когда предлагал вам эту идею, но я подумал то, что... Ну, багов 5 нам покажут новых каких-нибудь. И то это надо будет искать. А тут в каждый захожу, и тут вот... Что это? А ну, я могу волной залететь под низ? А ну-ка, ну мне интересно. Ну, я думаю, что я смогу. Ну, залетай. Что ты стесняешься? Ну, я не знаю, тут столько багов. Всего 60 уроков. Музыку, пожалуйста, можно сделать потише? Спасибо. Так, все. Ну, это мы все видели. Все, я выхожу, потому что это просто минусуши. Короче, в какой бы уровень я ни зашел, я всегда там могу обнаружить какой-то новый баг. И это так прикольно, потому что, по сути, я еще даже ни одного уровня не пропускал. В каждом что-то происходит. А уровней всего 60. И я... Ну, это понятно. Я так человек накопировал. Ну, не надо так копировать. Я понимаю то, что так больше шансов попасть в видео. Но ты в видео уже попал несколько раз. Вон там-то еще снизу, кстати, я тебя вижу. Number one. Хорошо, давай посмотрим первый баг. Ага, мы ходим головой. Каждый день такое происходит. Хожу головой. Но, кстати, этот баг еще в 2.1 есть. И почему-то его до сих пор не пофиксили. Так, а тут, я так понимаю, в блок зайти можно вот так вот спокойно вообще. Ну, без проблем. Теперь у нас вот такие вот хитбок... Что? Подождите, посмотрите. Я вот так вот поднимаюсь, поднимаюсь, потом резко... Опа. То есть, это без телепортации даже было. Опять же, хитбоксы забагались. Непонятно почему. Ребята, это, походу, будет первый выпуск, когда я реально посмотрю все уровни. Возможно, не все из них попадут в видео. Потому что, ну, может быть, какие-то будут уровни слишком неинтересные. Без обид, ребят. Но просто надо как-то разнообразить видос. Не вставлять одно и то же. Но главное то, что уровни я посмотрю все. И если вы действительно построили что-то достойное, то вы это увидите. Потому что, реально, я уже прошел, ну, почти 40 уровней. Тап хир, и мы, получается, в блок провалимся. Ну да, это мы только что уже видели. Я все равно это вставлю, потому что почему бы и нет. Если вы выйдете в главное меню, то будет все медленно. Ну да, я про это знаю. Я про это уже говорю каждый выпуск. И поэтому, да, это все баги, которые я знаю. Ну, окей. На самом деле, очень много тут копированных уровней. Я вот не понимаю вот этот баг. Когда ты, короче, сильно растягиваешь объект, то в какой-то момент он появляется. Потом он в какой-то момент пропадает. И опять, вот сейчас, да, появился. Это так странно работает, на самом деле. И опять вот эта вот штука. Что это за треугольник? Ну, я сомневаюсь в том, что все люди сговорились. И, типа, это реально невозможно пройти. Просто меня троллят. Ну, типа, просто объясните мне, что мне там делать? Ну, я реально этого не понимаю. Возможно, мне надо разогнаться. Хотя, вряд ли. Ну, давайте прям совсем сильно разгонимся. Не, ну, это, ну, никак. Я не попрошайничаю комментарии, ничего не говорю. Просто я прошу вас объяснить. Но я реально не понимаю, что тут делать. Так, это опять, наверное, копия. А нет, это, кстати, ну, не копия. Так, залетаем, значит, сюда. И мы, по сути, зациклиться должны, да? А нет, мы не зациклились почему-то. И тут три шипа, ничего себе. Ну, баг, зацикливание мы уже видели. Это, как я понимаю, копия. Ну, давайте я посмотрю на всякий случай. Возможно, нет. А нет, посмотрите, это не копия. Но если еще все уровни, я захожу и смотрю. Вне зависимости от того, подозреваю я, что это копия или нет. Просто вот сегодня я постараюсь посмотреть вот вообще все уровни. Так, растунчик или растинчик. Не знаю, возможно, неправильно прочитал. Ага. Так, подожди. Just know. Что произойдет? Стоп. А что вот это вот? Почему так у меня лагает? И посмотрите на прогресс бар. То есть, во-первых, я не могу почему-то пойти дальше. Но вообще, меня запрещаются. Это самый странный баг, наверное, который я видел. А, мы... Посмотрите, какие у нас координаты. Видите? Вот, то есть, когда мы появляемся в начале уровня, то у нас, по сути, нулевые координаты. А если мы зайдем сюда, то у нас, ну, бесконечно. Кстати, мы теперь на корабле. И посмотрите на мои иконки. Что? Блин, господи, что происходит? Вот это реально что-то новое. Вот это... Я поначалу зашел в этот уровень. Подумал, что тут сразу финиш? Что тут вообще как-то непонятно? Но финиш, скорее всего, был для того, чтобы просто верифицировать этот уровень. Потому что верифицировать вот в этом помещении, в этом каком-то параллельном мире, ну, это просто невозможно. Потому что я не знаю, где мы сейчас находимся, что это за координаты такие. Короче, все, выходим отсюда. Я не знаю, что это за баг, что тут вообще происходит. Неллис баг 2. Так, Неллис топ. Хорошо, спасибо большое. Ну, просто приятные слова и вот такая вот камера. Я надеюсь, что мы под конец найдем какой-то реально очень классный уровень. Потому что вот я стараюсь всегда в самом конце оставить самый топовый уровень. И сейчас, скорее всего, это так и будет. Так, вот это вот что-то интересно. Посмотрите, как это прикольно работает. То есть, это так... Это так классно. Я сейчас говорю именно про эту левитацию, или как это называется. Вот то, что ты прыгаешь, оно вот так вот тебя перемещает. Это так прикольно. Я просто не знаю даже, как это прокомментировать. Возможно, есть какая-то функция, да, которая как бы столкновение отключает, если я не ошибаюсь. Ну, да. Но вот по-другому я как-то это объяснить не могу, с чем происходит. Так, ват, еще раз. Ребят, хватит копировать уровни, но это не честно. Я понимаю то, что хочется попасть в ролик, и, скорее всего, другие люди копируют. Но не надо. Если бы я был админом этого сервера, я бы такое не допускал. Опять у нас волна. Так, вот и попался тот самый уровень, который мы видели вчера. Я теперь понял, что это за баг. Мы все-таки получили какой-то опыт. Опа, мы берем монетку. Вот так это и работает. Честно говоря, я записываю это видео почти сразу же, как вышло предыдущее. И я пока что не успел прочитать комментарии. Возможно, мне об этом писали. И, ну, я понял, короче. Так работает, кстати, только в платформере. Я не знаю, почему так. Но, опять же, с платформером появилось, как видите, очень много всяких багов. Вот в том числе таких. Так, а ну-ка. А, а что у меня, ну, нормально как бы? А почему у меня куб такой огромный, как бы? Как я вообще туда влажу? Что-то вообще, это непонятно. Вы видели? А почему меня так развернуло по-дебильному? Вот, видели? А как это? Что с этим режимом? Что происходит? Вот реально, смотря на все эти баги, ты понимаешь, почему Робтов все-таки не выпускает 2.2? Потому что реально, ну, вот тут всего парочку триггеров. И уже посмотрите, что тут вообще происходит. А вы понимаете то, что в новой версии Geometry Dash 2.2 будет намного больше триггеров. И намного больше всяких режимов игры. И там ситуация на этапе разработки была еще намного хуже. И как это пофиксить? Что надо сделать? Пока что не совсем понятно. Скорее всего, из-за этого все-таки задерживаются очень сильно 2.2. А, ну вот что сейчас будет интересно? Так, я прыгаю. И у нас, конечно же, вот такая вот голова. Почему нельзя просто нормальные текстуры прогрузить? Почему так? Это так странно, на самом деле. Я не знаю. Я такого еще не видел. Это, я так понимаю, вчерашний баг, когда у нас хитбоксы вот так вот залагали. Да, я просто в воздух умираю. Так, что-то написано. И да, подписывайтесь на Нелис, а поживи доз. Ну, да. В принципе, полностью тебя поддерживаю. Так, давайте посмотрим тогда... А почему тут два дизлайка? Лайк, конечно же, ставим, но, скорее всего, это для того, чтобы просто в видеоролик попасть. Поэтому он сам себе поставил дизлайки. Так, ну подожди, ну мы это уже все видели. Тут столько, на самом деле, этих копий, которых надо пропускать. А ну-ка, это опять копия? Ну, это мы тоже видели, но это все-таки немного другое. Я понимаю то, что за сутки, в принципе, вы не могли изучить весь сервер. Найти все баги, которые присутствуют в этой новой версии. Но все же, ну зачем уровни просто копировать? Так бы было на мне намного проще. Одновременно и вправо, и вверх. Ну да, это, если что, объяснение тем, кто не понимает, как я этот баг вообще делаю. Вот так вот это примерно работает. Это, наверное, будет первый выпуск, когда я пройду реально все уровни. Потому что вот у нас еще один уровень остается, который тоже, скорее всего, копия. Но не совсем копия, просто тут никакого бага, в принципе, нету. И вот у нас последняя страница, ребят, последняя. Вы помните вообще такое когда-нибудь, то, что я за один выпуск все уровни проходил? То есть абсолютно все. Я надеюсь, у меня еще сохранение не слетит, и я вторую часть сделаю, потому что это интересно. Новый баг, вот давайте с этого начнем. Те два уровня сверху мы тоже пройдем обязательно. Но тут я вижу то, что этот уровень, как бы, мы еще не видели. Так, хорошо, новый баг, значит. Ну вот эта голова, да, мы эту голову уже видели. Ну да, это по сути является новым багом, но кто-то уже все-таки смог это обнаружить. Опять это у нас копия, спасибо. Вот этот импичмент, он, наверное, больше всех уровней накопировал. Но зачем такое делать? Так, владян. А, тут, возможно, мы пролететь должны, но у меня не получается, потому что, опять же, баг из-за фпс. К сожалению, в чем у Метри Дэш, твое количество фпс очень сильно решает. Так, некоторые уровни, которые, возможно, на 60 фпс, а не на 120 или больше, уже просто-напросто невозможно. Это, конечно, досадно, это обидно, но у нас опять такой же уровень попался. Я знаю, что это не баг. Зачем ты тогда, собственно говоря, это построил? Ну, кстати, мы можем вот так вот этот баг применить. Вот то, что мы в блок залазим вообще спокойно. На самом деле, с помощью этого можно даже какие-то секретовые делать. Я вот так сейчас подумал, и как с этим, как бы, бороться? LDM, так, а тут LDM, оказывается, поставить надо, а ну-ка. А, с помощью LDM это проходить надо. Подождите, а в чем баг-то заключается? То, что я умираю, типа, это как шипы можно использовать? А почему тогда просто шипы не использовать? То есть, чувак это верифицировал, как я понимаю, с LDM. А в чем, в чем вот этот баг заключается? Возможно, он работает только на телефоне, я допускаю. Или с другим фпс, там, допустим, 30. Но я просто не понимаю, что это за баг, ребят, объясните. Его, наверное, половину людей построило. А что за бред? Так, а что вот тут баг-лоу? А, нет, зачем, зачем ты это сделал? Давай быстрее. Все, капа гнида. Ну, реально гнида. Это все шутки, если что, без обид, ну, я понимаю, прикол и все такое. Так, Неллис, что тут? Scale баг. Ну, ого. Так, ну тут, я так понимаю, никаких багов нету. Надо просто пройти вот так вот и зум баг. Ну, это не баг, это просто большой зум. What? Если ничего нету, то переиграю в уровень. Ну да, я вижу, что вот этот финиш оторвался. Это тоже вечная проблема этой версии. И у нас остается последний уровень. Вот что тут будет? Давайте ставь. Мне вот просто интересно, что-то новое? Или вообще ничего не будет? Просто, если будет то, что мы видели, это, в принципе, меня не расстроит. Ладно, все, заходим. Это вот это все? Я не знаю, надо будет сюда подставить какой-то классный уровень. Ребята, я вас поздравляю. Я посмотрел абсолютно все уровни, которые вы построили. Все. Абсолютно. Да, как видите, если полистать, то некоторые уровни у меня не пройдены. Потому что, возможно, это была либо копия, либо я просто до конца это не прошел. Но абсолютно все уровни я сегодня посмотрел. За это можно и поставить лайк. Так, возможно, те уровни, которые были не в тему немного, я их уберу, чтобы видео не получилось слишком длинным. Кстати, сколько я записываю? Записываю я не так уж и долго. Так что видео, в принципе, должно получиться не такое уж и длинное. Короче, я надеюсь, вам это очень понравилось. Надо, кстати, создать аккаунт, вот после видоса. Если тут его, в принципе, можно создать, чтобы я это сохранил. У меня ничего не слетало. Спасибо. Мы увидели сегодня очень много новых багов, которые, возможно, попадут в 2.2. Возможно, и не попадут. Это мы, естественно, все будем проверять, как только эта версия выйдет. Ну, лет через 10, наверное. Это такое небольшое извинение за то, что в предыдущую пятницу не вышло видео. Теперь, как только у меня будет появляться идея, я буду сразу же выпускать видео. Возможно, за эту неделю даже больше трех видео выйдет. Но это посмотрим. По крайней мере, в пятницу следующее видео выйдет точно. И я вас готов теперь радовать, ну, как бы, постоянно. Просто, опять же, была у меня кое-какая проблема. Сегодня, кстати, ребята, будет стрим. Если вы смотрите это воскресенье, то залетайте. Видео выходит каждую пятницу, стримлю я каждое воскресенье. И помимо этого графика, иногда я могу просто так постримить или просто так видос выкинуть. Ну, типа, почему бы и нет. Поэтому каждую пятницу можете ждать видос, каждое воскресенье стрим. И, в общем-то, пишите в комментариях, что думаете по поводу этого ролика, по поводу всех этих багов. Также, помимо комментариев, можете поставить лайк, подписаться на канал и прожить колокольчик. Ну, а с вами был Дима. Всем пока.